Для кого построили? Таким вопросом задаются жители Красного. В конце января этого года компания «Башнефтьполюс» торжественно передала новое здание амбулатории в ведении округа. Казалось бы, новострой уже должны облюбовать пациенты, однако здание по сей день одиноко простаивает на въезде в село. В необычной ситуации разбирался наш корреспондент Сергей Журавлев. В 2012 году нефтяная компания «Башнефтьполюс» заявила о своем намерении помочь жителям села Красное. Нидропользователь выделил 35 миллионов рублей на строительство новой амбулатории, нанял подрядную организацию из Самары и работы начались. Согласно договору с нефтяниками, срок сдачи объекта – январь 2014 года. Но с учетом отдаленности поселка Красного, Ненецкого округа, они, наверное, не подрассчитали вот эту логистику доставки груза. И строительство здания началось где-то вот в сентябре. То есть начали забиваться сваи, песок. Само здание строилось уже это ноябрь, декабрь. После торжественной передачи здания в руки округа оно до мая простаивало без дела. Ближе к лету главный врач Красновской амбулатории получил свидетельство о регистрации. Вместе с ним пошел осматривать долгожданный новострой, где им предстоит работать. Внутреннее убранство помещений и качество ремонта, мягко говоря, разочаровало приемную комиссию. Вздувшийся линолеум, обвалившаяся плитка на стенах, искривленные потолочные перекрытия. Комиссия здания не приняла. Все работы по устранению дефектов проводились в летний период и закончились в начале августа. Но и после них проблем не стало меньше. Поданы, значит, документы на лицензирование. Ну и в ходе проверки этих документов были выявлены недостатки, был неправильно указан адрес. И налоговая служба этот документ не пропустила. Теперь, чтобы начать оформление лицензии, учреждению необходимо получить официальный почтовый адрес. Юридическая служба финансово-расчетного центра планирует оформить все документы до 5 ноября. Уже потом начнется процесс лицензирования. Это еще как минимум полтора месяца. Тем временем жители поселка недоумевают, почему новое здание простаивает. Все они с нетерпением ждут его открытия. Так, мы тоже ждем, когда новая амбулатория у нас откроется. Так как надо переходить уже. Мы два здания просто потянуть уже не можем. Финансы нам не позволяют. Так что мы очень ждем, когда мы перейдем в новую амбулаторию. Конечно, очень ждем, потому что новая амбулатория очень красивая, очень просторная, светлая. И как бы всем хочется попасть и работать в хороших условиях. На старое здание с полувековой историей местные жители особо не сетуют. Теплое, светлое и уютное. Но по площади и современной планировке значительно уступает новая амбулатория. Площадь помещений 600 квадратных метров. Просторный вестибюль с местами для ожидания. Комната для хранения медикаментов и лекарственных средств. Кабинеты врачей и персонала. Прямо в здании амбулатории будет располагаться аптека. Будем работать на сегодняшний день. У нас лицензирование осуществляет Министерство здравоохранения Архангельской области. Будем работать с Министерством здравоохранения Архангельской области. С отделом лицензирования. Для того, чтобы ускорить данный процесс. После лицензирования амбулатории перейдут в собственность округа. И оперативное управление Красновского учреждения. Отметить новоселье медработникам предстоит еще не скоро. По лучшим прогнозам первых пациентов там примут в начале 2015 года.